Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Полезно знать» мы с вами рассмотрим ответственность за неуплату алиментов. Законодатель предусмотрел ответственность неплательщика алиментов, как гражданко-правовую, административную, так и уголовную. В соответствии с гражданским законодательством получатель алиментов праве обратиться в суд. Согласно статье 5.35.1 Кодекса об административных правонарушениях, неоплата родителям или совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин, нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения, средств на содержание несовершеннолетних детей, либо нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства влечет административное наказание в виде обязательных работ. Принят на кратности совершение данного деяния в соответствии с статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации наказывается арестом сроком до трех месяцев, либо исправительными работами, либо принудительными работами, либо же лишением свободы сроком до одного года. Для привлечения лица к ответственности необходимо соблюдение нескольких условий. Первое – это уведомление. Судебный пристав-исполнитель должен лично уведомить должника о возбуждении в отношении у него исполнительного производства, а также наличие у него задолженности. Только после этого возможно привлечение его к уголовной, либо административной ответственности. Без личного уведомления данное обстоятельство невозможно. Важным условием также является злостное уклонение от исполнения своих обязательств. Если лицо пыталось произвести оплаты почтовым переводом, банковским переводом, наличными денежными средствами, либо иным доступным ему способом, возможно также передача денежных средств родителям, получателям алиментов, но при этом все попытки были тщетны, данное условие не будет являться злостным уклонением. Невозможно будет его привлечь к уголовной ответственности. А также, если лицо болело, не могло фактически осуществлять свои родительские права, то это тоже не будет являться основанием для привлечения его к уголовной ответственности. Но для всего этого необходимо всегда иметь документальное подтверждение. Алиментные обязательства для кого-то являются злом, а для самого плательщика иногда могут быть и добром. Алиментные обязательства – это обязательства первой очереди исполнения. Налоги, кредиты, коммунальные платежи – это вторая и третья очередь. Соответственно, пока не будут оплачены алименты, взыскание иных платежей невозможно. Иногда этим злоупотребляют, но это может спасти порой и семейный бюджет. На этом у меня все. С вами была Фатима Карабашева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова